Каждый из присутствующих сегодня здесь учителей победитель муниципального этапа конкурса. Но за плечами многих из них победы и в состязаниях всероссийского уровня. Учитель физкультуры из Муромской гимназии Евгения Дони, лауреат федерального конкурса методических проектов. В 2014 году на суд строгого жюри она представила проект по популяризации Олимпийских игр. Своих воспитанников она не только познакомила с историей главных соревнований планетарного масштаба, но и дала возможность самим почувствовать себя настоящими спортсменами. У нас в школе проводились малоолимпийские игры, конкурсы, например, рисунков. Все мероприятия и с родителями тоже были направлены на популяризацию Олимпийских игр. В профессию Евгения пришла 12 лет назад. Средний же стаж всех участников конкурса 17 лет. В зале и те, кто работает в сфере образования десятилетия, и те, кто пришел сюда совсем недавно. Когорту молодых педагогов представляет владимирский учитель Павел Бичуренко. На базе второго учебного комбината он обучает старшеклассников в работе с электронно-вычислительными машинами. Несмотря на то, что сам он не намного старше своих учеников, он является для них авторитетом. А заслужить доверие помог индивидуальный подход к каждому. Учитель выступает в роли консультанта. То есть он не сопровождает полностью весь процесс творческий. То есть я организую в основном творческие такие задания. То есть даются какие-то типовые задания, которые можно потом преобразовать в творческие. То есть даются уже какие-то конкретные такие задания, но они не ограничивают ребят в их креативности, допустим. Все 24 участника получили почетные грамоты и подарки от областной администрации. Среди них и Павел. Он признан лучшим педагогом-новатором. В номинации «Педагог-исследователь» победу одержал Алексей Самсонов, учитель из Сузольского района. В номинации «Педагог-мастер» победила Елена Сафонова. Среди педагогов дополнительного образования лучшей признана Елена Ивановичева из Кольчугина. А лучшим воспитателем стала Татьяна Милютина. За все время, что конкурс существует, он стал, наверное, одним из самых авторитетных и признанных в стране среди профессиональных конкурсов. То есть сейчас вы видите, что конкурсы педагогов есть во всех субъектах Российской Федерации. Ну а главным и единственным победителем всего регионального этапа стал один из самых молодых участников – Владимирец Павел Бичуренко. Он и его коллеги по профессии представят Владимирский регион на всероссийском этапе 27-го конкурса «Педагог года». Светлана Барашкова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».